Колумния За что нам нравится колумния? Во-первых, разнообразные цветы На этот раз Я не богата цветущими Как-то они у меня процвели раньше Чем нужно мне было бы Но хотя бы вот то, что есть детки Я могу показать на детках Разнообразные цветы и разнообразные листья Цветы И вот на каждой выставке Практически вот подайте ярко-красную фиалку Как пионерский галку Подайте ярко-желтую фиалку Стараются их выводить Но у них такого гена нет Поэтому вот пытаются приблизиться К ярко-красному и ярко-желтому цвету Пока не получается У колумнии ярко-красные И ярко-желтые цветы И все переходы Красный вверх, желтый низ Желтый вверх, красный низ Как угодно Красные и желтые цвета, оранжевый цвет Это все мы можем найти у колумнии Разные листики Листики вот от такого вот Меленького листика может быть И даже еще есть мельче листик У микрофилы До вот таких вот крупных листьев Какая красивая Листики все разные Вот у этого сорта Вот такая мелкая-мелкая листва Она будет как косичка лежать Это листва у него Зеленые Аргуты темно-зеленые Есть сорта с опушенным листом Вот это вот гауриозы С опушенным листиком И есть от него выведенные сорта Light Prince У тех еще полосочка белая Будет по листу Вообще замечательные цветы Вот этот листик Вот он немножко побольше Он будет такой более рыхлый Но он очень обильно цветет У него красно-желтые цветочки Обильно цветущие Это бонфе Это бонфе Крокотау Популярный сорт Вот из Голландии То, что продают колумнии Везут это чаще всего Вот крокотау бывает Обильные ярко-зеленые листва Среднего размера Обильнейшее цветение Цветет постоянно Ну в историю Мы не будем углубляться Это кому надо Тут в интернете Найдет и почитает Когда и где они Нашли эти колумнии А вот в географию Мы все-таки Немножко углубимся Зачем? А чтобы понять Как нам их выращивать Колумнии Растут во влажных лесах Юго-восточной Азии И из Центральной Америки То есть это леса Это полутень Рассеянный свет Достаточно тепло Хорошая влажность Растения эпифитные Полуэпифитные Что это значит? Что они Цепляются Вот в расщелинах Деревьях Где-то там нападали Прелые листья Перепели Получилось такое вот Рыхлое питательное Упало семечко Там растет колумния Вот когда мы укореняем Колумния Если вот черенок Поставить в тепличку То через какое-то время Открываешь эту тепличку А у него корешочек Вот из-под каждого листика Вот сидит этот черенок И из-под каждого листа По всей длине До самой макушки У него растут корешочки То есть когда Хорошая влажность Он пытается укорениться Везде где можно Вот это вот Место проживания Колумнии Надо иметь в виду Чтобы нам Создать в квартире Им хорошие условия То есть они Не любят очень Сухой воздух Когда очень жарко От батареи Им не надо прямого Солнечного света Им надо вот Условия Которые практически Для нас комфортные Они будут И для них комфортные Растут Колумнии Очень быстро Очень легко Черенкейки Ну буквально Вот за полгода Вот такой вот череночек Вот он спокойно Вот из маленького Посаженного Вот этот вот череночек Вырастает Колумния О сортах Колумнии Поговорим Есть колумнии Видовые Это которые Вот нашли в природе И ввели их в комнатное цветоводство Вот из видовых колумнии Есть вот такая вот гуриоза Она с пушистым листом Красные цветы У нее С латыни В переводе Это означает славное Колумния Орбута Астролистная Это вот микрофила То есть мелкий листик С мелким листиком Колумния Вот видовые колумнии Их названия Они пишутся с маленькой буквы Вот этим вот можно их отличить Сорта когда То сорт называется И название сорта Пишется за большой буквы За главной буквы Вот эти сорта Видовые Они отличаются чем Что они зацветают не сразу Они сначала нарастят зеленую массу Но зато когда они цветут Это вот просто феерическое зрелище Что она цветет Сверху до низу она усыпана Вот видите вот на окне Вот она сфотографированная Такая умнее Это не Голландия Ничего Это вот моя фотография Вот тоже вот она И здесь еще гляньте Сколько у нее бутонов Она еще не в полном роспуске Вот это все Это вот у нее бутоны Вот это вот микрофила Это вот Вообще потрясающее зрелище У нее крохотный листик Он у нее еще меньше Чем вот у этой листики И вот на фоне этих листиков Вот эти вот громадные цветы Очень красивая колумния Но видовые колумнии Они цветут не постоянно Постоянно Архута Она Вот гуреза Она пытается К новому году обычно цвести Очень это любит Когда у нас выставки нету здесь Архута вообще непредсказуемо Она может цвести когда угодно Несколько раз в год она цветет Когда угодно она цветет Ну вот они цветут массово Но пореже Сортовые колумнии Это которые уже выводили Вот специально Для продажи Для содержания дома Название их Они пишутся Вот из заглавной буквы Этих колумнии Ну поговорим о сортах Самый популярный сорт Карнавал Цветет всегда Вот такой детеныш Такого посадишь А он уже норовит Он уже норовит На пончиках Выпустить бутончики Красивые глянцевые листва Постоянное цветение Это вот от него спорт Крэзи карнавал У него получается Желтая трубочка И ярко-красные цветы Это спорт от этого же сорта От карнавала Вот эти два сорта Вот когда говорят А вот разные колумнии берут А можно их в одну плошку посадить Вот только эти два сорта Я советую В одну плошку можно посадить Все остальные не надо Они растут по-разному У них разная сила роста Разные листва А вот эти два сорта Можно посадить в одну плошку Я несколько раз такие привозила И когда это в перемешку Вот эти вот красно-желтые плити висят И все это цветет Потрясающе слитощее Смотрится очень интересно Сорт абсолютно неприхотливый Зацветает рано Цветет обильно Вот он сорт Оранжь черпец Вот такое вот у меня было цветение летом Что он был усыпанный Вот у него цветы эти с оранжевым оттенком Они просто усыпанные все были Потом кроме того, что у них разные цветы Есть еще колумнея с разной листвой Вот он один пример Такая вот красивейшая листва С белым окаймлением Даже с розоватым каким-то Середина темный кончик И оливковая середина листа Цветочки у него красные тоже будут Но тоже очень красивая Такая колумнея И тоже она, когда вот она Стоит на хорошем цвету Она получается, что у нее Сами вот побеги красноватые Нижние листочки красноватые А потом вот все остальные Вот крупные эти листья Они вот такого вот яркого цвета Очень красивый цвет Получается очень красиво Да, да Они хорошо кустятся Эти вот колумнея Пышные сразу кустик дают Хороший И смотрятся очень красиво Даже сами по себе Так Потом с интересным листом Вот такая вот есть колумнея Херсута Херсута У нее и цветок интересный Звездочкой И такая вот пушистая листва Необычная для колумнея Так у нее и ствол пушистый Да, да И ствол у нее немножко С опушением И цветочек у нее Красной звездочкой Красненькие Иногда звездочки Да, иногда звездочки дают И обычные колумнеи При цветении Вот Starbust по-моему Она желтым цветет Она тоже иногда вот Любит звездочкой цвести Давай Но там не постоянно Вот это и постоянное Цветение звездочкой Раздражаются колумнея А так, вот этот вот товарищ Еще про него вам расскажу Это тоже видовая колумнея Раймонда В основном вот они называются На окончании вот эти вот два икода Но мы читаем его как Раймонда То есть чья колумнея В честь кого она названа Вот эта вот колумнея Она с прямо стоячими степлями Вот большинство колумнея Эпифитные вот такие вот Свисающие апельные они А это вот то, что растет на лесной подстилке Есть колумнеи, которые там кусты дают до метра высотой Но комнаты они не очень интересные И это ими занимаются ботаники А вот эта колумнея Она дает прямо стоячие побеги Ну, вот это вот такой вот высоты у меня эти кустики И цветы у него не вниз опускаются Как у этих колумней Что вот она свисает, а цветочки И у него цветы на конце побега Вот так смотрит Когда вот три-четыре вот этих ярких цветка Это вообще как Змей Горыныч Вот он несколько вот этих красных вот голов по тебя смотрит Цвет ярко-желтый с ярко-малиновым таким вот Крупный цветок смотрится бесподобно Такое у нее А она ведь легко ветвиться у нее в стебле? Или их просто несколько надо? Ну стебля в основном надо прищипывать Прищипывать? Надо прищипывать Причем наверное на ранней стадии Чтобы они... Ну или на ранней стадии Или когда вот такой черенок Вот я советую его чуть может даже подрастить Подрезать пополам Посадить еще раз эту макушку А этот вот он начнет еще ветвиться А в одном горшочке там один хороший черенок Или может быть там несколько как? Вот маленькие когда колумненькие Я имею ввиду вот именно этот Там-то понятно Этот можно и один пробовать сажать Потому что он растет довольно мощно И пересадил сейчас горшочек поосновательнее Чтобы он мне его еще не опрокидывал Про размножение колумней сейчас поговорим с вами Давай Снимите? Давай И поговорим про размножение колумней Вот я приготовила Привезла из дома плите Когда колумния у нас долго растет Особенно вот такая как аргута Глориоза Они плите довольно длинные дают И в результате вот она долго висит-висит И у нас получается вот такой эффект На старых растениях Видите? Что верхние лепесточки Они осыпаются, они оголяются Что нам в таком случае делать? Проще всего что нам сделать? Взять эту вот веточку Отрезаем вот эту макушку Сняли с нее нижние листики И поставили в воду Эту вот веточку Мы ее ни в коем случае не выбрасываем Мы ее всю вот точно так же Сделаем из нее череночки И так далее Остальные эти веточки Если вы пересаживаете Большое это растение То вы можете взять Вот несколько вот таких вот макушечных черенков И сразу их посадить в плошку Вот видите? Вот на хорошем освещении он был Он со всех сторон Вот у него листики как косичкой Плотненькие листики косичкой идут Вот вы можете сразу этих несколько То есть череночков Штуки три их взять Можно их даже посадить сразу в плошечку И пакетом накрыть В общем любую тепличку сделать Элементарная тепличка Это пакетик Где-то через месяц Там корни уже сгорать А так вот эти вот череночки Какие мы обрезали Вот эти вот череночки Какие мы обрезали Мы их ставим в водичку Можно сразу вопрос Вот может объяснить Расположение листьев зачастую Это путает терпение Да нет Я говорю что нужно просто показать Что нужно чтобы череночки Это или вот я когда продаю черенки Режу черенки Я сразу снизмаю нижние листья Когда вот макушечные Тут не перепутаешь А так я просто вот уже на автомате Я нижние листья эти снимаю Чтобы человек не перепутал Какой стороной его в воду опускать Да Вот я привезла тоже из дома черенок Срезала Это сорт Miami sunrise Новый довольно таки сорт Вот такой вот у него пушистый черенок С красными цветами Крупный красный цветок С желтой сеточкой Такого вот размера Вот у него опушенный листик Девочки подарили Потом я вам название запишу Такая красота вообще Где-то через три недели Мы получаем вот такой вот То есть корни там будут прекрасные уже Если вы размножаете Сажаете для себя То вы берете вот плошечку девяточку Вот гляньте какие интересные плошечки Сейчас в магазине есть Берете плошечку девяточку На дно вместо дренажа Я вот люблю положить мох С плавным тоненьким слоем Постелить его туда Чтобы земля не просыпалась Грунт берем любой Вот хороший грунт для фиалок Вот эти вот Ну и как всегда наши любимые Перлит вермикулит Мы туда добавляем Чтобы грунт дышал Чтобы он был порохлее Наводим этот грунт Раздвинули там чем-то Я знаете чем пользуюсь Вот эти вот ножички одноразовые белые Я когда-то их купила Я их использовала в качестве этикеток Вот для крупных Для фокса Для крупных цветов На нем очень удобно У него этот широкий лезвий На нем удобно писать фломастером И вот я вот таким ножичком Вот раздвинула эту землю Опустила туда эти череночки Для себя если вы сажаете Вот три этих череночка Посадили Это будет идеальный вариант Три-четыре череночка Они еще каждый разветвятся У вас сразу будет пушистое растение Если вы сажаете Купили вот черенок И вы хотите себе Вот покупаем И конечно вот он Такой вот череночек В таком виде Но этот вот он правда Сам уже давно распушился А так вот черенок Когда мы сажаем Из себя Он тут давно сидит Видите он уже Вот тут как уже заплелся Мы его посадили Причем вот этот Видите Вот я бы его посадила До этого самого места Заглубила Чтобы он тут еще Дополнительные корешки набрал Вот мы его посадили Причем посадили Его желательно К краю кошечки Вот так отрезаете А этот черенок Еще раз В водичку И пусть он тоже Даст вам корешочки Вы его посадите В эту плошку То есть вы из одного черенка Вы их сразу получите Достаточное количество Для того чтобы у вас было Хорошее пушистое растение Что не в одну веточку его растите А желательно сразу Потом вот эту вот веточку Во-первых вы ее подрезаете Она у вас начинает куститься И вот то что мы подрезали Мы это тоже посадим Это у нас сразу получается Два-три череночка В одной плошечке То есть у нас сразу Потом получится пушистое растение Дома где их выращивать У меня они прекрасно На восточном окне растут Они хорошо растут На стеллаже Но Российный свет Вот исходя из того Где они живут Что они живут под пологом леса Прямое солнце Им не надо Зимой да Зимой вы можете их Выставить на окошко Там где будет солнце Целый день Оно зимой не обжигает С весны солнышко Все-таки начинает обжигать Их желательно будет От прямого солнышка Или немножко убрать Если это солнечное окно И у вас больше ничего нету Повесить его где-то на боку Сбоку окна даже Если есть возможность Какое-то там кашко повесить Повесить его там сбоку Чтобы вот прямое солнце На него и обалуденное солнце Не попадало Не обжигало его Поливать Как и все обычные растения Земля подсохла Поливаем Подкармливать Любят они подкормку Особенно когда начинают цвести Потому что они вот Начиная с марта месяца Будут вам массово Закладывать бутоны Будет массовое цветение То есть раз массовое цветение То их Желательно Хорошо их кормить Любое удобрение Для цветущих растений И вот Очень хорошее Вот это вот удобрение Особенно когда у вас Небольшая коллекция Вот этот вот Унифлор бутон Вполне достаточно И они на него Хорошо отзываются Колумнея Это вот Унифлор рост Это для роста Это вот молоденькие Черенки Можно кормить Но периодически Можно даже Взрослые растения Кормить Раз этим Раз этим Чтобы и листва Все-таки питалась И на цветение И замечательные Вот эти вот удобрения Тиса Они вот разного формата Для большой коллекции Мы берем литровые бутылики Для маленькой коллекции Можно маленькое взять Тоже очень замечательно Это вот для роста Это для цветения Это удобрение Еще интересно тем Что оно с дозатором У него вот эта вот крышечка Она на ней защелка Да-да-да А так у него там дозатор Там у него пластмассовый стаканчик И в середине фонтанчик Мы нажимаем сбоку И он в этот фонтанчик Набирается Вот там вот стаканчик Он И мы сразу Бутылку наливаем У нас сразу здесь Мерный дозатор В этом стаканчике А так растения Очень приятные Очень интересные И цветовая гамма Все дополняет И плюс Повесить их можно Где-нибудь Чтобы они на место Фиалок не занимали Не вытесняли Ну во всяком случае У меня большая коллекция У меня порядка 50 сортов Пока нравится Пока нравится Красиво Вопросы какие-то есть Пожалуйста Скажите, а вот сейчас Черниковать можно? Ну если вы свою хотите То я бы посоветовала Подождать до середины февраля В середину февраля Пересаживайте Если у вас оно большое Взрослое растение А вот у вас купила То есть в таком Маленьком стаканчике Сейчас мне пока Ничего не делается Посадите ее Посадите ее в плошечку Но вы ее посадите Не по центру плошки А вы посадите С краю плошки И пусть она Эта плёточка растет А как только день Начнет прибавляться Вот даже вот С середины января Уже день прибавляется Вот тогда вот Как она отрастет Подлиннее Вы ее отрежьте И в водичку поставьте Корни дает Очень быстро Особенно весной Вы пока про нее вспомнили Там уже корни бородой И посадите ее Желательно Каждую весну Пересаживать Вот с середины февраля Вот самое оптимальное время Когда день уже прибавился Пересаживайте Землю поменяйте На свежую Ну плошку Там по возможности Смотрите по корням Когда иногда приходится Увеличивать плошку Иногда просто Если есть возможность Отряхнуть еще эту землю Там корни Не мочалкой То отряхните ее Свежей землей Просто добавьте Тогда можно в этой же Плошке ее оставить А так вы ее В феврале пересадили Постригли вы ее Лишние черенки там Посмотрите Состередите В это же время Можете ее начинать Черенковать Если вы хотите Себе омолодить что-то Вы срежьте Хорошие черенки Себе их укорените А это Даже вот то Что вы его обрезали Он у вас начнет Заново пушиться То что вы его Вот Пересадите В свежую землю И пострижете Он начнет обрастать Очень хорошими черенками У вас получится Хорошее пушистое растение Это ампель Не растение А подвешивать Ну Желательно Или подвешивать Или что-то Вот Типа вот Видите На стаканчике Оно стоит На ножке Вот видите Оно у меня стоит На фитиле Обычно их ставим Или на стакан Их ставишь На что-то такое Пытаешься их поставить Потому что все-таки Они слисают вниз И чтобы там Простор какой-то был Вот Иногда поставишь Его на стакан И даже без фитиля Безо всего Он сам себе организует Фитиль Он опускает вниз Один корень Один корень Он стержнем Опускает его вниз А внизу Этот корень Разветвится уже По всему этому То есть он сам себе Этот фитиль организует И спокойно будет пить В принципе Грунту неприхотливо Вот Любое это Для цветов У нас есть Эти грунты Фиалочные Обычного Грунты Но поскольку Обычно Раз у нас дом фиалки То в основном Мы все фиалки Разбудим Так что Грунты для фиалок У нас всегда что-то есть То есть эти же грунты Используем После добавления Имперлит И вермикулит А так используем Эти же самые грунты А вот Торфяные грунты Вот это С органикой Грунты Он так Приближен именно к почве А торфяные Некоторые Чисто на торфе выращивают Как вот колумнея Ну вообще Они любят повесить Цветут Они растут быстро Цветут обильно Лучше Грунт попитательный Вот вермион Он еще там содержит Перегной Да-да-да Вот этот Вот даже Более предпочтительный Не в чистом торфе все-таки А более питательный Грунт А что-нибудь Грызет их Обрызгать на ночь Да Вопросы Вот спрашивают Когда Оголяются Вот так Как я вам показывала Оголяются Листики осыпаются Но это Во-первых Старую ветку я срезала Специально привезла Показать Вот как они омолаживаются А так Осыпаться могут Почему Или очень сухой воздух Что у вас включили Отопление В квартире пошел Очень сухой воздух Может Сыпать листики И второй вариант Это клещик А клещик Да Вот когда клещ На кого мне садится Тот же самый примерный Эффект получается Что она начинает Сыпать листики Но брызгать так же Фитоверм Ну любые Которые акарициды Препараты От клеща Тут какая разница есть Что клещ Это не насекомое Это паука То есть Те препараты Которые От других Вредителей Не совсем Подходят Здесь надо именно Акарициды Вот есть слово Акарициды От слова Клещ Это фитовермы Это антиклещ Это клещевиты Всякие На Украине Это актофит Идет Новый сейчас препарат На Украине появился Сильвидор До нас Он пока не дошел Но надеюсь Что скоро дойдет То есть это препараты Которые Акарициды От клещей Вот попробовать И обработать Но в первую очередь Обратите внимание Чтобы лишний раз Не травиться Может быть Это дело в том Что у вас включили отопление У вас очень жарко И сухо стало Поэтому она начала Сыпаться листьями В таком случае Я рекомендую Что обычный вот Пульверизатор Но прыскать Даже можно не по нему Вы можете Рядом с ним Немножко попрыскать Чтобы на него Этот вот туманчик Попадал И вам легче будет дышать И кауме Легче будет дышать А так вот Из вредителей Вот единственное Что вот клещик Может съесть Больше никаких Вредителей на ней Замечено не было Ну если только Еще такие вредители Как коты Которые норовят Я слышу Вы говорите А триксы Они не приезжаются Цветочками Нет Практически Нет Скажите А за сколько лет Изнашивается Взрослое растение Ну В принципе Оргуты Вот эти вот Вот такие Как Карнавалы Эти вот Они как-то Довольно компактные Ее даже стрижешь Она опять свежит Побегами обрастает Больше вот такие Как Оргута Вот эта вот Вот она Да Она побеги длинные дает И у нее со временем Верхняя часть может оголяться Ну собственно говоря Вот это вот омоложение Когда вы срезали Несколько черенков Ложку их посадили Пакетом накрыли И у вас через месяц Уже опять Молодое растение Начинает расти Тут просто Оно омолаживается тем Что мы Макушечные черенки сажаем Заново На грунт раз в год Хватит ли менять? Да Раз в год Раз в год менять На школе у меня есть Карнавал Единственная колуния Которая мне очень нравится И вот Из своего опыта Я даже не пересаживаю зачастую Просто Как усаживается земля Да И Вторую сменить надо Она уплотняется Ну ты знаешь Она не настолько Если сперли там Не зачастую Бывает что и полтора года Может посидеть Я просто сверху досыпаюсь Сейчас Я только развел вот их Поэтому не знайте того Это все Аргута Аргута Это у нас здесь какая Аргута Это вот эта красавица Это то что вот Светет она каскадом Светет сверху Светет Очень красиво У нее даже листва нарядные Когда она вот висит просто так У нее листва косички Хорошо Да Просто висит У нее вот косичка У людей Светет Светет Вера Васильевна У нас с большими листьями Такой огромный Он что-то тянется Одним стеблем Я вот срежу на 5 стебель Что он не кустится Так Что там А смотря какой у тебя Я не знаю А кого умнее у тебя Да Она большими листьями Больше Прямо стоячая Вот такая может Вот такая Ну это вот Да Да Вот такой Цвет у нее Бордовый Вкрапинку Нет Бордовый Вкрапинку Это скорее всего Сон и на угол Ну пусть Вот крупнолесень Как ее заставить Я уже три раза с нее срезал эту макушку И она все равно Одним стеблем идет Можете ее пастой смазать Не знаю чем ее с ней делать Коля Поближе к свету ее повеси А? Повеси Поближе к свету К естественному свету ее поближе Она очень быстро растет Не под лампы Я знаю что они быстро растут И вот срежу и опять И пасынка ни бы кого ничего не даст Никак А ты ее не под лампы Ты ее к естественному свету поставь Да сейчас темно Это швесный Ну сейчас-то темно А так попробуй ее на такой Ну вот я ей три раза голову срезал А она все равно Опять Сбоку опять Сюда же И вот эти уступы так остались А пасынки больше не дали Ну значит попроши ее на несколько этих черенков И посади ее заново Штуки три в одну ложку У тебя уже он пышный кустик будет Ну вот эти мелколишные Они сразу с кучками как-то разрастают Да И сажай не макушечные черенки Вот макушечные черенки Они хороши вот видят для продажи Что у него красивый век А для себя я оставляю вот эти серединки Потому что я ее сажаю Она сразу начинает расти в несколько веточек Ну да 15 градусов Худет 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 Может она немножко замрет Может быть она посидит у вас Но расти будет А вот видовые вот эти колумнии Оргута Бориоза И темнодород Даже вот это вот снижение температуры Оно идет на пользу Они после него начинают закладывать бутоны Сейчас можно на подоконнике лежать Можно Можно конечно Они замечательные подоконники У меня на подоконнике лежат А на подоконнике хорошо Да А балкон вообще замечательные вещи Когда стекленные балконы Когда на нем 15 градусов Он для всех цветов замечательный И то у нее просто не спокойно Ночь опускается А днем там и 20 Сейчас тут солнце Да замечательно Да замечательно Там и света ей больше И при полохотной температуре У нее будет плотный кустик У нее будут реже вот эти прогоны Когда жара Они вытягиваются У них вот эти вот Расстояние между листьями Больше получается Учери лучше воду Сначала Да? Вот эти вот в воде Прекрасно укореняются Вот пестролисты Этот я советую сразу В землю и под тепличку Потому что вода может подгнивать А так они в воде укореняются очень быстро Это вообще растение Оно укореняется замечательно У меня вот дома Вот и что осень, что зима Вот я недавно как-то глянула У меня малых желтых черенков нету Порезала, поставила Но вот перед отъездом Посмотрела, корни там уже есть Но просто вот свежепосаженные-то я его не повезу И так к темнебесу так они у меня будут Прекрасно они корни все дали В стаканчике они стоят Все они корни дали прекрасно Конечно, лучше всего весной Потому что весна Видно, день прибавляется Когда они все растения это чувствуют Ну, спокойно они и сейчас Они любят Так, и журнальчик вот этот вот Это первый номер за девятый год Там была моя статья Вот про клубни То есть, если что-то я тут наговорила Вы забыли Там спокойно можно посмотреть Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok